Доброе утро всем, кто и проснулся, успел и уже телевизор Доброе утро Спасибо Дим, вот что тебя, ну, так сказать, так вышло, что ты вдруг стал неожиданно рок-музыкантом? Или все это было ожиданно? Это было, нет, неожиданно, когда я учился в 10 классе, начал внезапно для себя писать песни, походу, очень долго все накапливалось, музыка, слова, все детство слушал Битлз Вот, а ты говоришь как-то неожиданно, все детство слушал Битлз С детства ушел Битлз и набирался приемов, а потом решил, а дай-ка я песню напишу, взял и написал И вот с этих пор пошло мое занятие сочинительством, а уже о том, чтобы стать рок-музыкантом, я начал подумать, приехав в Рязань учиться и как бы совмещать с учебой и развиваться, толкать в массы, так сказать, музыку свою и слова Вот и радует людей Вот, давай вернемся к детству, у меня, например, Битлз слушал папа, у тебя откуда вот это пришло, или откуда-то со двора? Мой папа тоже слушал Битлз То все-таки от папы? Да, 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 и была в доме куча пластинок, и постоянно слушал вечерами, даже домашние задания иногда не делал Понятно, то все-таки для тебя была бы только эта музыка, только Битлз, или еще кто-то параллельно увлекался чем-то? Ну, там было, я слушал все пластинки, был там Добрынин, Малежик, ну, все-все-все, вот, и вот так Битлз зацепил все-таки больше Битлз зацепил больше, ну, естественно, это очень великий Битлз, как они могут не зацепить Ну, о Битлахе, о музыке, о рок-музыке мы еще продолжим говорить сейчас, я думаю, что музыку о ней нужно не только говорить, но смотреть и слушать Доброе утро всем, кто проснулся и начинает новый день, вас рада приветствовать программа «Все сначала» Я уже не раз признавалась в своей слабости к тяжелой музыке, а потому не могла пройти мимо такого события, как выход в скором времени альбома рязанской группы «Пьеро» Сегодня у меня в гостях ее солист Дмитрий Холзаков Дим, все время передоброе утро еще раз Еще раз доброе И все время меня мучило вопрос, ну, почему «Пьеро»? Скажи, пожалуйста, это какой-то вот из-за того, что вот как-то ты немножко напоминаешь такого героя или сейчас с другим связано? Да-да-да, раскрою секрет, так сказать, многие мои друзья и знакомые называли меня «Пьеро» Вот, и дабы немножко пострадать мегаломанией, решил назвать коллектив вот именно таким образом То есть это все скромный человек, его такие вещи говорят Так-так-так Вот, и сказочный персонаж, очень много можно сделать на фоне этого, какие-то сценические моменты Ну и просто, просто Пьеро, люблю я Пьеро, что поделать Открою секрет тем, кто не видел выступления группы «Пьеро», у Димы такой образ, всегда такое бледное лицо, черное, такие подведенное почти, что всегда, да, придерживаешься этого образа? Ну да, именно такой образ я считаю наиболее ярким для себя и уже устоявшимся, и мне нравится Ну а в душе это тоже такое Пьеро, такой романтичный, ранимый человек? Очень-очень Очень-очень? Очень-очень романтичный, насчет ранимый сейчас уже не знаю, ну да, ранимый Так, девчонки, внимание, вот такой замечательный, ранимый, романтичный Пьеро у меня сегодня в студии, зовут его Дима Холзаков, и он солист группы, которая так и называется Пьеро Об этом поговорим еще и чуть позже, а сейчас, я думаю, стоит обратиться к музыке Всем, кто проснулся, с самого доброго этим утром, вас старается озвучить программу «Все сначала» Сегодня у нас такое рок-утро, правда, не в привычном для вас формате, просто сегодня в гостях у меня настоящий рок-музыкант Дмитрий Холзаков Дим, доброе утро еще раз Дим, видела вашу группу много раз, участницы разных тематических вечеринок Ну, например, «Битломания» или «Куртка Бэйн» пати Интересно приопевать чужие хиты, привносите в них свое звучание? Ты просто не представляешь, насколько это интересно Во-первых, ты переживаешь все те эмоции, которые автор, скажем, «Куртка Бэйн» и «Поу Маккартни» переживали, когда сочиняли эти песни И, естественно, выступая на сцене с их песнями, чувствуешь себя рок-звездой Я еще раз говорю, это скромнейший человек сидит, вдруг вот его прорвало сегодня утром Дим, какие еще были фестивали, перепевали еще какие песни, композиции? Перепевали, когда были ретро-вечеринки, перепевали композиции группы «Shocking Blue», те же «Beatles», «Let Zeppelin», «Queen», «Pink Floyd» А что больше, что к душе, как сам чувствуешь, что больше получается? Вот я открою небольшой секрет, я просто, ну вот, зафанатела от ребят, когда побывала на «Betlamania», Прям мне очень понравилось, просто молодцы-прям молодцы И на «Куртка Бэйн» просто порвали всех, порвали зал Вот, самому что больше нравится, что ближе? Мне ближе, наверное, все-таки «Beatles», да, «Beatles», но по эмоциональному накалу это, естественно, нирвана То есть мне нравится вообще все, вся хорошая музыка То есть я вот сейчас попала прямо вот в точку, то есть я и там, и там все Да-да-да-да Поэтому так и привлекли внимание Вот так Ну, мы еще поговорим и о концертах, и о музыке А пока реклама на РЕН-ТВ Рязань Доброе утро всем, кто просыпается и вместе с нами программой «Все сначала» начинает новый день Говорим сегодня о рок-музыке и конкретно о рязанских рокерах Группе «Пьеро», которая готовит выпуск альбома Все вопросы солисту Дмитрию Холзакова Дим, доброе утро Доброе утро Еще раз спасибо, что нашло время к нам прийти Дим, так вот как будет называться, мы говорим сегодня, альбом, альбом Как будет называться альбом, ну и какие композиции туда войдут? Альбом изначально было название «Сонник» именно «Пьеро» То есть «Пьеро» засыпает и в форме, сны ему представляются в форме песен И не предполагалось, что это будет все очень тематично, линия сюжета будет развита Но потом по процессу написания песен Получилось так, что сижу и думаю, оказывается, там каждая песня – это какой-то персонаж Вот, и поэтому наш альбом, который скоро выйдет, будет называться «Персонажи» Какие песни у него будут входить? Очень-очень разные по своему наполнению, по содержанию Это и регги, это и рок, и все будет очень-очень интересно То есть на любой вкус, в принципе, да? Любой вкус, да Всем, кто не любит такую непопсу, скажем так То, что мы играем, я это называю ретроспективным британским роком То есть мы проводим ретроспективы всего того, что в британской рок-музыке вообще произошло С времен Битлз и по нынешние времена То есть такой вот исторический осмотр всей музыки британской И нам это очень-очень нравится, и будем творить и делать дальше в таком же духе Я больше чем уверена, что ребята не просто презентуют свой альбом, И сделают это очень необычно и интересно Вот как узнаем еще чуть позже